Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте. Добрый день. Смотрите, у нас уже были, так скажем, ваши коллеги, мы беседовали о ТРИС как таковом, да? Сегодня к нам пришел ТРИС-педагог. Можем ли мы вот так вкратце для нашей аудитории, слушателей и зрителей рассказать разницу, вот в чем они отличаются, ТРИС-педагоги как направление и ТРИС как ТРИС? Да. Да, пожалуйста. Спасибо за вопрос, действительно он важный, есть некая путаница. Начну с того, что же такое ТРИС, да? Вот эти первые четыре загадочные буквы. ТРИС – это теория решения изобретательских задач. Если говорить очень легко и просто, то это набор инструментов, которые помогают решать сложные, нестандартные задачи. То есть такие задачи, для которых не существует известного способа решения. И изначально ТРИС родилась в инженерии, автор этой теории Генрих Саулович Альшулер, появилась она вот в середине прошлого века в Советском Союзе. И на сегодняшний день, и она уже признана в мире как наиболее эффективный способ решения действительно сложных задач, но в первую очередь на производстве. Там Samsung, Intel, Boeing, ну неоднократно вот использовали ТРИС. Да, и надо вот отметить, что сейчас очень крутые компании, IT, они все вот эту методику, ну так или иначе изучают, используют и практикуют уже. Ну, многие, да, про все сказать не могу, но штука такая в мире известная на сегодняшний день и действительно помогает решать те задачи, которые без ТРИС не решаются. Ну, тут вы можете спросить, а при чем тут дети, да, вот инженеры, понятно, а дети-то тут при чем. А вот в 80-х годах прошлого, вот в 1980-х, появилось такое направление, как ТРИС-педагогика. И оно взяло из ТРИС главный посыл, что творчеству, умению решать нестандартные задачи вообще можно учить, потому что очень многие... Это навык приобретенный. Да, это навык, который можно развивать, потому что очень многие люди до сих пор считают, что вот это или дано, или не дано. Ну, родился, повезло тебе, ну окей, будешь изобретать, будешь креативным. А не дано, ну, ну, прости, как бы, не дано тебе. Как с чувством юмора. Да, ну вот пример. Он тоже практикуется, да. Да, а ТРИС-педагогика стоит совершенно на другой, ну, на другой базе, что это навык, действительно, как вы сказали, который можно развивать, и дальше есть технологии. Ну и цель ТРИС-педагогики – это развитие креативного мышления или воспитание творческой личности. Вот смотрите, что такое креативное мышление? То есть это нужно вот в работе или где, или вообще по жизни человек уже, ну, как-то иначе мыслит, смотрит на вещи по-другому. Потому что это такое весьма обширное понятие. Да, конечно. Ну вот конкретно, у вас просто, вы уже в этом профессионал, у вас свои семинары, вот что это такое? Да. Другое мышление, креативное. Могу дать определение, а потом я скажу, что я считаю максимально важным, вот в своей работе, каких я жду результатов. Я работаю вот много и с родителями, и с учителями, и с детьми, и вот что для меня самое главное. То есть это там, извините, я вас перебью, не только ТРИС-педагогика для детей, но и взрослых уже, кто раньше это не успел дымать в свои юные годы, тоже может развить. Да, да. Понятно. Очень многие вот наши ученики сообщают, что и у самих меняется мышление, начинают совершенно по-другому смотреть. Значит, смотрите, креативность – это способность придумывать новое и, важно, полезное. Эффективное. Ну, что-то, вот квадратные колеса для поезда, понимаете, это тоже новое, вот только никому не нужно. И когда мы работаем с детьми, вот здравая такая креативность, она невозможна без развитого критического мышления. То есть они должны идти в паре, нужно не только что-то придумать, но и суметь оценить, насколько ты находишься там, ну, в рамках задачи. Насколько это нужно. Конечно, потому что иначе, ну, вот бывают такие люди, которые фонтанируют постоянно какими-то идеями. Бестолковыми. Бестолковыми, вот да. Ни к чему здравому это не приводит. Мы, конечно, стремимся к другому результату. И поэтому вот оно, в это понятие креативность, оно действительно очень такое, оно очень объемное. В него входят разные составляющие. Составляющие это умение видеть, вот критическое мышление, как я сказала, это умение к системному мышлению, да, умение видеть вот ситуацию целиком, видеть все взаимосвязи. Вот это вот очень важная составляющая креативного мышления. Женя, в любой системе иногда нужны паузы, у нас сейчас реклама, и мы скоро вернемся, будь с Страной ФМ. Мы с тобой. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна ФМ. У нас в гостях сегодня наш эксперт Евгений Агинь. Евгений, мы продолжаем. То есть вы как-то прокачиваете креативность, вы меняете взгляд человека на мир, да, чтобы он смотрел нестандартно, предлагал какие-то эффективные решения, да вообще решал какие-то жизненные задачи эффективно и по-новому. Правильно я поняла? Да, да. И смотрите, вот один важнейший эффект, который я вижу, дело не в том, чтобы вот креативность ради креативности, дело в том, что, ну вот, основной результат своих семинаров или работы с детьми, которые я вижу, самый главный, это чтобы изменилось то, как мы смотрим на мир, и чтобы человек видел вот в своей жизни непоследовательность каких-то событий. И вот здесь мне повезло, не повезло, ну вот как-то так, да, вот череду задач. Разница очень большая на самом деле, она меняется кардинально, да, когда это просто событие, ты вроде как не влияешь, да, повезло, не повезло, я тут ни при чем. А когда это задача, задачу можно решить, и вы становитесь хозяином своей жизни, и настроение совершенно меняется, и результат, ну эффективность ваша по жизни меняется. Почему так важна креативность в сегодняшний, ну вот сегодня, да, в сегодняшний день, вот опять-таки, если вы посмотрите, вот в мире постоянно проходят там самые разные формы, где определяются там важнейшие компетенции 21 века. Почему вся эта история, почему не определяли 20-го, 19-го, там и так далее, почему сегодня именно креативность? Дело в том, что вот наша стандартная школа, она была рождена в индустриальную эпоху. Какие у нее были задачи? Задача была подготовить рабочего на завод. Это была школа-фабрика, где людей учили выполнять инструкцию, да, надо вот, чтобы человек умел грамотно, умел читать, считать, писать. Ну да, есть алгоритм такой пошаговый. Да, есть алгоритм, вот это именно то, что мы делаем в школе. Согласитесь, от нас там не требуется креативность, и вот тебе образец, пожалуйста, выполни. И вот тема урока, да, да. Да, 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 пожалуйста, выполни. Клеточка вправо, влево, да, расстрел. Вот, поэтому это то, что учила школа. Современный мир, вот понимаете, он настолько быстро меняется, что родитель уже не может сказать своему ребенку. Ты вот просто, вот повторяй за мной, да, возьми и получи ту же профессию, что я, или твоя бабушка, дедушка, и ты будешь успешен, все будет вот классно. Мы так не можем сказать, потому что профессии массово умирают, и появляются новые. И наша задача сегодня, вот главная задача родителя, это научить ребенка жить в том мире, которого мы не знаем. Меняющимся. Да, меняющимся, очень быстро. Вспомните, что было 15 лет назад, невообразимо. Ну, скорость вот этой и ускорения, изменения просто колоссальные. И поэтому мы не можем дать им рецепты на жизнь. Рецепты невозможно. И мы поэтому должны научить их думать самостоятельно. А что значит думать? И принимать решения. Конечно, и принимать решения в нестандартной ситуации. Не в той, про которую мы уже рассказали, все разжевали и объясняли, а какой-то другой, потому что она изменилась, и мы об этом не знали. Именно поэтому так важна креативность сегодня, умение решать нестандартные задачи. Вот именно изменение мировоззрения, я вижу, ну, важнейшая такая задача, потому что тогда меняется все. Ну, вы знаете, вот тут у меня тоже мысль возникла, креативная, что, может быть, даже не детей нужно этому отчасти обучать, потому что дети более адаптивны. А родители старого поколения, старой закалки, которые привыкли жить по инструкции, по шагово, вот им нужно тоже как-то себя применять в меняющемся мире, получается. Конечно. Взрослых же можно этому научить? Да, и взрослых можно, и вы правы в том, что вот сегодня в быстро меняющихся областях, если человек не учится, если он не способен этому, ну, как раньше... Ну, тогда, допустим, профессия тоже может устареть? Конечно. И поведение меняет нужно? Да, да, да. Он вылетает просто на обочину своей профессиональной области. Нужно постоянно учиться. А нас вот раньше этому совершенно не учили. И сегодня я действительно, ну, больше всего работаю с родителями, и сначала меняется у них подход, у них мировоззрение, а потом они транслируют своим детям. И родитель должен быть готов, более... Ну, или учитель должен быть готов, потому что, вообще говоря, такие дети, с одной стороны, можно сказать, что они более неудобные. Потому что человек мыслящий... Да, для системы, да, даже... Ну, вот, понимаете, я своему ребенку никогда не отвечаю, я сказала, да? Ну, понятно. Так нужно. Делай так, потому что я сказала. Потому что я его учу ставить под сомнение, думать, решать исследовательские задачи. Вот ребенку 4 года уже в 3, все слова там. У меня есть задача, эксперимент, гипотеза, это его активный лексикон. Потому что, ну, мы так общаемся, и так ставится вот это вот креативное мышление. У нас вновь небольшая пауза. Друзья, мы скоро вернемся. Вы можете, Евгений, задавать свои вопросы. Группа ВКонтакте «Страна.ФМ», WhatsApp, Viber, 909-928-189-9. Будьте со стороной «ФМ». Евгений Агин у нас в гостях сегодня. Наш эксперт. Мы говорим о триспедагогике, о том, как развивать креативное мышление в семье, у детей, у взрослых и так далее. Женя, вот смотрите, мы можем какие-то примеры привести, то есть, как вы меняете это мышление, то есть, какие задачи вы даете своим студентам? Спасибо за вопрос. Смотрите, значит, а вот основной инструмент вообще триспедагога – это открытая задача. Сейчас кратко расскажу, что это такое. В этой школе мы работаем с закрытыми задачами. Есть четкое условие, четкие алгоритмы решения, единственный ответ. В средней школе, в смысле? Да, ну вообще в обычной школе, да, в обычной школе. И там думать вообще не надо, да, можно закончить школу со всеми пятерками, так ни разу и не подумав. А в открытых задачах – это такие задачи, которые встречаются нам в жизни. Там размытые условия, непонятно, что надо использовать, что не надо использовать для решения этой задачи. Например, вы опаздываете на поезд, да? Очень творческая задача. И здесь много можно чего придумать, кроме как расстроиться. У меня такое было, в общем, там много решений. Вот, и в итоге, то есть, и непонятно, что надо использовать, что не надо. Никто тебе не дал алгоритма, и может быть много разных решений. Вот на семинарах я часто привожу такой пример бытовой открытой задачи. Когда, вот представьте себе, что вы дома собираетесь обедать, вы уже все приготовили, надо только разогреть. Вот сейчас задачи для головы нет, думать не надо. И вообще, когда мы просто живем вот в какой-то бывшем быту. На автоматическом режиме. Да, это автоматические действия, не надо, ну, мышление не включается. А вот теперь представьте, что у вас отключили газ и электричество в доме, а вы по-прежнему хотите вкусно пообедать. Вот что делать? Вот попробуйте 10 вариантов найти сами. Ну, сегодня, когда у вас там будет 5 минут времени. Это легко. Просто как бы накидать какие-то ответы. Да, накидать. Вот что делать? Отключили газ и электричество, а мы хотим пообедать. Достать свечи. Например, на свечах разогреть. Супер, используем огонь. Еще. Пойти вообще есть в ресторане. Например, пойти в кафе или ресторан. Конечно, это решение. Их еще огромное множество. Доставку заказать. Доставку заказать и так далее. Вот для себя постарайтесь выполнить... Вот здесь вы уже думаете. Нестандартная задача. И что хорошо думают как родители, так и дети. Когда мы ставим какую-то нестандартную задачу, думают. И при этом никогда нельзя сказать, что для всех и всегда лучше пойти в кафе, чем подогреть на свечах. Или в горячей воде. Или другой вариант. Разные варианты. И вот это... Люди мне после семинаров говорят. Вы знаете, у меня просто появилось такое ощущение, что выход есть. Вот раньше после школы у меня не хватало уверенности. Вот всегда какая-то нестандартная ситуация. Я там думала или думала, что все, я не знаю, я парализован. Ну как же? Я не знаю, какой там ответ. Я не знаю, как решать. А когда вы начинаете вот такие открытые задачи, привыкаете думать, привыкаете к тому, что много, да, может быть, решений, то просто вау, у вас какая-то уверенность в жизни появляется. То есть смотрите, вот если, допустим, мои условия. Например, у человека нестабильная работа. Вот он из-за этого переживает. Ну вот вы просто говорите о том, что время меняется. Многие профессии уходят. Его увольняют с работы. То есть он не превращается в алкоголика, страдающего, образно. Он должен вот накидывать себе вот эти варианты. Что я буду делать, да? Вот меня увольняют, к примеру. Что я могу делать? Расширять как бы зону свою. Первый этап, который нужно поставить задачу. Понять, какую задачу вы вообще хотите решить. Конечно. Здесь вот в вашем примере могут быть самые разные задачи. Может быть сделать, чтобы меня не уволили. Может устроиться на новую работу. Может найти такой источник дохода, когда работать не надо. Понятно. И так далее. Задач может быть много. И вы должны понять, да, вот родители, родители чаще всего приходят ко мне с задачами, которые мы называем изобретательские. Звучат они, как сделать. Например, как сделать, чтобы ребенок убирал в комнате. Или как сделать. Чтобы человек выбрал профессию, поступил в университет. Или какую профессию выбрать, это не настолько. Вот как ее выбрать, да, это изобретательская задача. Или задача вот часто звучит как, чтобы ребенок читал. Или чтобы вот, как сделать, чтобы он там с прогулки ушел. Вот такая боль у многих родителей. Я вот хожу с сыном тоже на площадку моему. Сыну 4 года сейчас. Я наблюдаю эти страдания постоянно. Там идет шантаж, угрозы, вот это вот все, да, что больше гулять не выйдем. Что дома мультиков не будет. Что мороженое я тебе сегодня не куплю, лишь бы вот уйти с площадки этой. Здесь два момента. Первый. Если вы поставите себе вот это как задачу, то вы, во-первых, найдете решение. Точно так же, как с этим обедом. А, во-вторых, ваши отношения в семье станут гораздо лучше. Приведу пример про уборку, да, вот конкретно моей ученицы. Не мой, чтобы, ну, вы видели, что не только я это использую. Мама была у меня на семинаре. У нее два сына. Вот, одному 10 месяцев, второму 7 лет. И вот она приходит домой. У старшего по всей комнате разбросано лего. Маленькие детальки. И, конечно, младший сейчас туда приползет и начнет это все есть. Мама что говорит? Мама говорит, убери. Старшему уже достала вся эта тема, что с младшему надо что-то делать. Поэтому он говорит, нет, ну, не буду, не хочу я убирать этот лего. Вот, мама, ну, привычная реакция, руки в боке. Я кому сказала, убери. Ребенок не хочу, не буду. Назревает конфликт. Это такое, ну, типичное течение вот этой истории в этой семье. И у многих, не только в этой, вот когда я сказала. И тут у мамы что-то щелкает. Она вспоминает, что она была сегодня на семинаре. И там про вот какую-то нестандартность. Мы обсуждали этот вопрос. Она говорит, придумай, как это убрать без рук. И уходит. Через 10 минут чистая комната, довольный ребенок. Здесь такая мотивация. Дети очень любят, когда мы делаем что-то нестандартно. У меня есть миллион примеров вот на этот счет. И действительно тогда конфликтов нет. Подумайте об этом. Изобретайте свои задачи. Мы скоро вернемся. Задавайте свои вопросы. Ватсап, вайбер, 209-928-189-9. Мы продолжаем, друзья, наука и технологии. В гостях у нас сегодня Евгения Гинтрис, педагог, ведущий сотрудник Международной ассоциации образования для новой эры. Мы сегодня говорим о том, как быть креативным в семье, приучать быть креативными наших детей. И вот первое, что нужно сделать, это сформулировать задачу. Да, если мы планируем что-то решать. Желательно изобретательскую. Нет, смотрите, здесь важно что. Вот я родителям как говорю, перед тем, как решать задачу изобретательскую, например, как сделать, чтобы ребенок читал. Вот очень многие родители детей от 10 лет, где-то в диапазоне от 10 до 14 подходят именно с этим вопросом. Я говорю, перед этим ответить себе на два вопроса, очень важных. Первый, почему ребенок этого не делает, сейчас это исследовательская задача, да, с вопроса, почему нам надо провести исследование. Поймите, почему он этого не делает. И в зависимости от ответа будут самые разные действия. Понимаете, вот если у вас сломалась машина, точнее, вот вы утром вышли, да, на парковку, и машина у вас не заводится. Вам не надо тут же бежать заливать бензин там, я не знаю. Вам надо понять, что с вашей машиной не так. Может быть много разных вариантов. В зависимости от этого ваша реакция тоже будет разной. С детьми то же самое. Первое, поймите, почему ребенок этого не делает. Причем не так, что, а я так, и так, знаю, он лентяй. Это не ответ, это вот отмахивание. Это как раз таки... Допустим, ему неинтересно, он любит математику больше. Самые разные могут быть здесь ответы. Варианты. Да, конечно. И вот возьмите прям полчаса над этим подумайте. Вот вы знаете, Бернарда Шоу однажды спросили, почему вы такой умный? Он ответил так. Я такой умный, потому что думаю не реже двух раз в неделю. Мне кажется, ну как это так, Бернард Шоу, ты же умнейший человек, ну великий просто. А два раза в неделю. А вот если вы проанализируете свою жизнь, окажется, что мы думаем очень мало. Вот выделите полчаса и подумайте конкретно, почему... Закасновательный, да, разберитесь в вопросе. Да, да, не отмахивайте. А второе, очень важно, что вот часто не дают покоя, ну как бы, родители не ставят себе этот вопрос, и из-за этого очень много проблем с детьми. Сдайте себе вопрос, а почему я этого хочу? И если выяснится, что вы этого хотите просто потому, что так делают все, может быть, это не повод насиловать своего ребенка, ну по какому-то поводу. Если вам хорошо, ему хорошо, может быть, так и оставить, если нет достаточно обоснований. Вот с тем же чтением, понимаете, вот откуда это у нас? Мы все считаем, что люди должны читать, дети должны читать. Потому что раньше человек образованный было равно человек читающий, потому что, ну это был единственный источник, ну такой серьезный источник знания. А сегодня можно получать знания по-разному. Может, он у вас целыми днями научпоп на Ютубе смотрит. Может, он у вас, я не знаю, радио слушает какой-то, ну там, качественно. Да, программа науко-технологии смотрит. Общается с людьми. И может быть, ему и не надо читать, он по-другому получает все то, ради чего вы хотите, чтобы он читал. А может быть и нет. Поймите это, вот это очень важно. Смотрите, вообще с психологией трес-педагогика, она так или иначе связана? То есть, я так понимаю, вы тоже решаете вот эти эмоциональные задачи? Многие, да, эмоциональные, я бы даже сказала, проблемы, которые стоят, если их не решать, да, вот не смотреть на них как задачи, когда вы переключаете свое мышление вот в этот задачный режим, они уходят, и отношения действительно, ну, становятся качественно лучше, и позитива становится больше. Вот рассказывает тоже одна участница моего семинара. У нее дочка семилетняя, и она говорит, вот мы обе, мы очень любим, когда все идет по плану. Контролировать любят. Контролировать и так далее, вот все должно идти по плану. И она говорит, вот семинар ей очень понравился, она начала использовать в жизни вот эти задачки, что классно, дети начинают прибегать, говорит, вот у меня задача, вот у меня три варианта, ну, то есть, мыслить начинают. И вот она мне потом пишет, говорит, вот тут у нас должна была быть поездка долгая на поезде, нам надо было сутки. И мы с ребенком, конечно, заранее думали, чем мы будем заниматься. Подготовили целую кипу такую занятий, там, все, что дочка любит, ну, чтобы эти сутки выдержать нормально. И все это забыли. Обнаружили в поезде. И она говорит, вот раньше, до семинара, мы бы точно расстроились обе очень сильно. А сейчас у нас появилось такое кодовое слово. Мы друг друга посмотрели и сказали, так, ТРИС, открытая задача. Давай думать, как нам вот провести это время в поезде. И они придумали, и они обе были довольны. Ну, то есть, изменения колоссальные. А так, вот это же психология, да? Так бы люди были расстроены и как-то там ругались друг на друга. Вот ты забыла, или ты, или ты должна была. А так, ну, все счастливы и довольны. Смотрите, у нас много вопросов приходит. Один из них мне понравился. Вот про работу хорошо сказано, мы с вами обсуждали. А если я не знаю, в какой области вообще работать, куда пойти, если человек себя не нашел. Вот работала и в образовании, и в продажах, и в творчестве, и в военной сфере. А сейчас куда пойти, не знаю. Не могу поставить задачи, в какой области пойти работать. Не подписалась, к сожалению, слушательница, зрительница. Какой-то совет такой был. Да, спасибо за совет. Смотрите, вот в ТРИС есть такой, да, MPV анализ, да? Main parameters value. И здесь вы для себя должны понять, выработать критерии. Сначала, что вам вообще важно в работе. Например, вам может быть важно, что с людьми вы работаете. Вам может быть важно... Прямо выписать такие критерии, да? Прямо выписать критерии. Может быть, важна там, наиболее важна зарплата. Может, близость к дому. Может быть, нужно ли вам думать, или нужно ли вам там наоборот, чтобы четко было. Должны ли быть у вас подчиненные. Ну, самые разные. Критериев может быть много. Отдельно подумайте над тем, какие вообще бывают критерии. Ну, чем можно описать работу. Какие у нее бывают характеристики. Просто подумайте. Возьмите одну, другую. Ну, у вас большой-то опыт уже. Возьмите, какие бывают характеристики. А потом проанализируйте разные работы по этим характеристикам и выделите те критерии, которые для вас лично наиболее важны. Вот эти ваши main parameters of value, ключевые ценности, мы это говорим. И дальше вам нужно выбрать ту профессию, которая совпадает, отвечает именно вашим ключевым ценностям. Остальные могут не совпадать, но они там могут как-то. Но вот ключевое должно быть, и тогда все будет хорошо, я думаю. Удачи вам. Ну, удачи, да. Тут просто еще с другой сталкиваемся мы. Вот вы говорили про систему, что человек не всегда удобен. Вот когда он такой весь свободный, креативно мыслит и так далее, он вообще может встраиваться в какую-то систему? Либо это люди уже юные, ИП, предприниматели. Ну, а как они встроятся в систему, если у них на все свое мнение свой ответ? Не совсем так. Смотри, у меня длинный ответ будет. Длинный ответ? Да. Да, тогда смотрите, мы сейчас послушаем музыку, подготовимся, а вы пока подумайте, что по нам ответите. Друзья, скоро мы к вам вернемся. Креативно развиваемся. Итак, у нас финальная часть. Мы остановились на вопросе, как, вот если человек такой свободный, уже умеет решать изобретательские задачи, мало того, формулирует все время их, удобен ли он для системы или неудобен. Ну, то есть, как он в нее встраиваться должен и может. Да, спасибо, Лиза. И здесь, смотрите, ответ в том, что системы бывают разные. И вот если мы воспитываем ребенка в такой-то, в традиционной школе он действительно неудобный ученик. Он задает вопросы, понимаете? Постоянно. Он ставит, ну, не постоянно. Ну, раздражает. Ну, да, раздражает учителя, к сожалению. Но я для своего ребенка, ну, для меня вот приоритет живого сознания гораздо выше, чем приоритет удобства для учителя, да? Я буду решать свою задачу, куда мне отдать ребенка, чтобы не убивали его любознательно, чтобы он задавал вопросы и так далее. Потому что я считаю это, ну, наиболее важным. Здесь это уже вопрос про мои приоритеты, но здесь каждый родитель решает для себя. Что касается работы, сегодня тоже бывают разные системы. И есть компании, вот эти передовые, ну, Google, да, как самый такой пример. Вот цитата из книжки «How Google Works», они там пишут, что если раньше людей нанимали работать, то теперь людей нанимают думать. И вот инновационные компании действительно нанимают людей за этим. Им нужны инициативные. Если же в какой-то компании сотрудника надо просто выполнение действий по образцу, то, конечно, они вот с креативным человеком не найдутся. Скажу еще раз про семью, как про мою основную тему. Вот иногда говорят, ну, как же вот эти вот родительские задачи там, вам что, постоянно придумывать что-то надо? Вот и дети там, вот вы видите, под сомнение все ставят. Я хочу сказать, что на самом деле эти дети гораздо более удобные, чем дети, на которых там кричат, заставляют и так далее. Почему? Приведу аналогию с пружинкой. Вот представьте, что вы пружинку зажимаете. Тогда она очень хочет дать вам ответ, да, она очень хочет разжаться. А если у вас пружинка расслаблена, то она вам не сопротивляется. Она просто, и вы живете, и она расслаблена. И вот здесь очень важный момент для родителей, с чего можно начать. Начните с того, вот начните обращать внимание на то, что вы ребенку запрещаете. Я специально обращаю внимание на это. И столько запретов. Вот я смотрю на площадке, годовалый малыш, ему сказали, нельзя ходить, нельзя сидеть, нельзя мячик трогать. Ну да. И все это произошло за две минуты. А потом, вы знаете, ко мне обращаются, мой ребенок ничего не хочет. Вы знаете, а сколько раз вы ему все запретили? Вот сидит подросток рядом с мамой на мероприятиях образовательных, говорит, маме, дай блокнотик посмотреть, который она в руках держит. Он говорит, нельзя. Почему? Это просто автоматом вылетает. Есть моя статья такая, что не надо делать для развития креативности. Она свободна в интернете есть, на нашем сайте образования для новой эры. Что не надо делать? Вот это очень важно. Даже важнее, ну, на первом этапе, чем что надо. Не запрещайте того, что, ну, того, что можно. Понимаете? Вот задавайте себе вопросы. Реальный вред есть или нет? Слушайте, ну это вы такая мама продвинутая. А если реально вот учителя, его бесит такая система. Вот 30 человек в классе сидит, и еще если 30 будут задавать вот эти 553 вопросы, что им интересно, ну, я не знаю, это на вес золота такой преподаватель. Конечно, конечно, вы абсолютно правы, что систему образования тоже нужно менять. И, к счастью, вот наш диалог сейчас идет в Москве, и в Москве очень много сейчас вот новых всяческих семейных образований, где, ну, родители строят образование по-новому. Здесь каждый решает для себя, что важнее, быть удобным этому учителю, да, или, ну, там, развитие мышления ребенка. Вы говорите о том, что, вот я спросила, как встраиваться, да, такому свободному человеку, что крутые компании инновационные, они, наоборот, ждут, как бы, принятия решений, предложений от сотрудников, да? Чтобы не как раньше там все на корне зарубили. Да, да. И здесь вопрос, ну, к чему вы готовите детей, ну, там, своих, или себя. К тому, чтобы вот, ну, вот индустриальная эпоха, которая сейчас заканчивается, да, как-то ее еще зацепить. Или к тому, чтобы они вот действительно были готовы к вызовам нового времени. И вот по поводу запретов еще хотела договорить, что вот тоже эта творческая задача переформулировать запрет в разрешение с ограничением. Вот, допустим, у меня ребенок берет и бросает камни на дороге, и там ходят люди, и что первое, ну, хочется сказать, нельзя, ну, нельзя кидать камни. А знаете, что я говорю ребенку? Давай кидать камни туда, где никого нет. И ему не нужно мне сопротивляться, ему же все разрешили. Более того, этот ребенок уже спрашивает, если у меня вдруг вылетит нельзя, я же тоже не идеально, да, бывает. Он меня тоже спрашивает, а как можно? Как можно, мама? И это, ну, это меняет все кардинально, да, ребенок, он гораздо осозненнее становится. Поэтому это не те дети, которые будут вас постоянно терпить, они действительно осознанные, они тоже ищут, они ставят вопросы, они ищут ответы. Вот, кто хочет больше примеров, у нас сейчас очень краткая передача, на YouTube есть бесплатный мой вебинар, называется «Знакомство с Криотаем Семья». Там я много привожу примеров и открытых задач, и как конфликты превращать вот в решенные задачи. Это все бесплатно можете смотреть. И учитесь сами. Да, да, да. И сдерживать себя тоже не нужно. Ну и главное, конечно, да, начинать с себя и при этом, ну, не корить себя. Я вот за то, чтобы отношение к жизни было таким позитивным. И вот такой тризовский подход в этом очень помогает. Здесь много инструментов, сейчас не успею рассказать. Для себя тоже. Ну вот постарайтесь чуть-чуть, вот по чуть-чуть начинайте. Где я могу немножко там разрешить, где запрещала? А где я могу увидеть задачку, а не просто пойти как обычно? Где я могу что-то нестандартное предложить ребенку? Мне понравилось, как вы сказали в перерыве, мне, вот я хочу нашей аудитории тоже сказать, что все можно смотреть, ну, как бы в процессе. Но не только сейчас, вот не получилось, и все. Я плохой, вот как вы говорите, я плохая мать, я плохой человек. Нет. То есть ты каждый раз делаешь какой-то вывод, чтобы улучшить эту ситуацию, да? Да, если говорить про свои бытовые, там, какие-то задачи, бывает так, что в моменте мы не знаем решения. И главное после этого не просто как-то корить себя, вот я так не соображаю и так далее, плохо думаю, а принять решение, что можно было сделать иначе. То есть остановиться не на том, что там, самобичевание, а что сделать по-другому. Спасибо вам огромное. Евгения Гингл, он из гостях, очень интересно. Спасибо большое. Спасибо вам, Лиза.